Бурак Асчевит Каан Урганджи Аглу Кюршат Алначик, Архангюнар и другие Каан Урганджи Аглу Каан Урганджи Аглу Авторы сценария Азлем Елмас Аныл Эке Георгиун Тапташ Продюсер Керем Читай Режиссер Хиляль Сарал ЧЕРНАЯ ЛЮБОВЬ КЕМАЛЬ СОЙДЕРЕ, 90 БАЛЛОВ По сравнению с прошлым годом экспорт руды вырос сразу на 6%. Мы экспортировали 19 миллионов тонн руды. Вот так-то. Можешь представить. А знаешь, сколько это в деньгах? 3 миллиарда 865 миллионов долларов. Огромная сумма. Ты так говоришь, будто эти деньги пойдут в карман твоего сына, отец. Что за радость такая? Спускаться под землю и зарабатывать мелочь. Это же глупо. Одну минуту, пожалуйста. Молодец парень. Набрал 90 баллов. Сдал еще один экзамен. Если не сорвется, успешно закончит учебу. Поздравляю тебя. Спасибо. Аллах ему в помощь. И тебя тоже. Будешь отцом инженера. Какой повод для гордости? Да уж, куда там. Столько учиться и вкалывать на шахте. Послушай, позвони-ка матери, пусть вечером накроют нам праздничный стол. Что прикажешь ей сделать? Пир закатить? Один билетик. У кого-нибудь есть лишний билет? А что, наличные не берете? Я помогу вам. Прошу прощения. Извините, пожалуйста. Ничего страшного. Держите. Все в порядке? Да, все хорошо. Спасибо вам. Не за что. Возьмите, пожалуйста. Нет, зачем? Вы же заплатили за меня. Прошу, возьмите. Не стоит. Это такой пустяк. Ну ладно, спасибо. Спасибо. А вот сейчас на дно поедет. Мы сейчас выходим. Смотрите, там освободилось место. Если хотите, садитесь. Еще раз огромное вам спасибо. Еще раз не за что. Я не нарушена. Подожди, вот место есть. Давай выходим. Отлично. Замечательно. Разрешите? Смотри, какая фотография. Тебе нравится? Минутку, я с вами уберу. Аккуратнее, молодой человек. Минутку, я с вами уберу. Минутку, я с вами уберу. Минутку, я с вами уберу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, приветик! Ты как раз вовремя. Есть работенка на яхте одного знакомого. Идем? Сказал, не обидит. Ты чего, спишь на ходу? К несчастью, проснулся. Волшебный был сон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Я села в автобус, потом вышла, поймала такси и вот добралась домой. Да, точно. Это было более чем занимательно. Хорошо, хорошо, дорогая. Ни о чем не беспокойся, машина постоит у тебя. Завтра заберу. Я уже дома, ладно, еще увидимся, пока. Как дела, милый? Все хорошо. Как ты? Отлично. Я вернулась! Ну, здравствуй. Почему ты бросила машину? Я добиралась домой на автобусе. О, зачем это? На автобусе. Я работала над рисунками для выставки. Мне надоело видеть каждый день одни и те же лица. Решила поискать что-то новенькое. Красиво. Странная ты все же, Нихан. Надеюсь, такие причуды не превратятся в привычку. Я приму душ и прилягу. Полагаю, у тебя не слабо помяли в этом автобусе? Вам еще не надоело пикироваться? Азан! Только ужин не проспи. Вечером у нас гости. Нихан! Эфсане? Слушаю. Забери в комнате Нихан все вещи и отправь в стирку. Хорошо. Эмиль Золя, Жерминаль. Вы в порядке? Да, все хорошо. Хотите, принесу вам холодного лимонада? Ладно. По-моему, рядом со мной что-то горит. Чего так смотришь? Сердце твое пылает. Какой ты болтун. Ты такой странный сегодня. Ну что с тобой, где ты витаешь? Думаешь, я смогу ее увидеть? Если суждено, то увидишь. Раз уж встретились, может, будет продолжение. Вот только мой Ромео сразу умрет от такого счастья. Хватит, перестань. Один останешься. Нихан. Если через пять минут ты не спустишься, я больше не буду с тобой разговаривать. Гости здесь. Мама. Нихан, детка. Этот вечер очень важен для твоего отца. Для всех нас. Если не договоримся о слиянии компаний и акций не купят, будешь ездить на автобусе не только в погоне за музой. Нас спасет только одно, если дядя Галиб купит компанию. Вместо того, чтобы упрямиться, спустись вниз и вежливо пообщайся с гостями. Особенно с Эмиром. Это полностью твоя заслуга. Да брось такие мелочи. Правда, спасибо, серьезно. Я бы не справился. Добрый вечер. Добрый вечер, красавица. Нихан, милая. Ты с каждым днем становишься все красивее и красивее. Как дела? Теперь гораздо лучше. Идемте. Стол уже накрыт. Прошу вас. Благодарю. Присаживайтесь. Говорят, сегодня ты разъезжала по Стамбулу на автобусе. Какой маршрут на завтра? Или на этот раз сядешь в маршрутку в поисках новых лиц? Ты уверен, что мы с тобой близнецы? Очень похоже, что вы с Эмиром родные братья. Бесспорно. Нихан, детка, ты опять за свое, да? Большие чувства начинаются с ссор. Правда? Я надеялась, этот этап уже позади, верно? В конце пути нас ждет безумная любовь. Дядя Галиб, неужели вы серьезно намерены оставить всю свою огромную империю и сыну? Почему нет? Конечно, намерен. Я вполне уверен в Эмире. Он уже много раз показывал себя с лучшей стороны. Я в нем ни капли не сомневаюсь. Думаю, что мой мальчик еще добьется большого успеха. Я стану спасением до всех. Дай Аллах. В таком случае, я поднимаю бокал за будущее. Отличный тост за будущее. За Эмира. О, Аллах, ты такой молодец. 90 баллов. Умница. Был бы еще прок от этих высоких баллов, мама. Прошло 15 дней с моего последнего собеседования. Раз до сих пор от них не было звонка, не стоит надеяться на работу. Сынок, чего ты заладил? Хочу работать на шахте. Тебя ждет прекрасное будущее. Лучше учись. Все говорят. Мам, мне нужно работать. Кемаль, ты и так все время работаешь. Разве ты сидишь без дела? Посмотри, во что превратились твои руки из-за работы на чужих яхтах. Эти руки спасут всех нас. Внесут деньги за аренду и счета. Они оплатят обучение Зейнеп. Золотые руки умного инженера. Карык, ты перестанешь издеваться. Мы же шутим, отец. Папа, он прав. Вы ведь стольким пожертвовали. Я еще отблагодарю вас. Правильно, не обижайся на меня. Братик, я слышала, что инженеры ездят в летние дома отдыха на время отпуска. А вдруг и тебе удастся туда попасть? Вот ведь придумала, что у кого болит, тот о том и говорит. А что, разве я что-то плохое сказала? Это же здорово, если мы поедем на отдых. Сначала мне надо найти работу, а потом уже думать об отдыхе. Брат-тарык поможет тебе с развлечениями. Уже откладываю деньги. Пока молчок. Ты лучший брат на свете. И да пошлет тебе Аллах прекрасную работу и жену. Дай Аллах. Дай Аллах, братец. Хватит уже, Вильдан, я так устал. Ты хоть не дави на меня. Неужели ты хочешь отказаться от предложения Эмира? Что ты будешь делать, Андер? Мы же на грани банкротства. Просто не могу понять, почему ты до сих пор упираешься? Подпиши уже это соглашение. Послушай, я думаю только о твоем спокойствии. Это твой единственный шанс. Отныне я имею дело не с Галипом, Вильдан, а с мальчишкой Эмиром. Верно. Ты вынужден поверить Эмиру. Другого выхода нет. Или мы идем на дно, или Эмир нас спасает. Будем довольствоваться крохами, что нам кидают, верно? Он 70% компаний заберет. Месяц спустя Полировка у нас есть, шлифовку взяли, краску купили. Не суетись, мы все купили. Давай уже пошли отсюда скорее, мне здесь не нравится. Ну чего ты встал? Не пойму, что опять, а? Нашей Зейнеп бы понравилось. Она любит такие яркие вещи. Еще и со скидкой. Денег нет. А у меня есть, я сам ей куплю. Раз в сто лет сделаю ей подарок. Еще не хватало, потом Зейнеп будет меня попрекать, что ты заботишься о ней больше, чем родной брат. Пошли, у меня уже терпения не осталось. Что это? Факультет изящных искусств Стамбула. Откуда? Чего ты там увидел? Я его знаю. Это же ты, Кемаль. 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 Я его знаю. Я его знаю. Кемаль. Нихан Сизин А сын, не забудь подарок Платье цвета высушенной розы Дарить сухие розы? Это цвет платья Белые георгины доставят за 10 минут до разрезания торта Потом ей вручат ваш подарок и короткую записку В день твоего рождения, милая, родился и я тоже Хорошего вечера Привет, Нихан Ханым Сам ты лет через 40 с ней познакомишься Чего ты меня не пустил? Я бы спросил, где ее можно найти Или ты хочешь прежде получить диплом? А? И предстать перед ней во всей красе Хватит, возьми-ка это, держи Ну давай Я пойду домой переоденусь И ты иди, передохни Да ладно, подумаешь Это она Давай, припаркуй где-нибудь Живи Ну где вы так долго? Обещали же не опаздывать Кошмар Дорогая, мы застряли в пробке А потом торопились как могли Ты уж прости Все бывает Дороги Ладно, я вас прощаю Я сегодня добрая Пойдем Возьми ключи, друг Меня спутали с парковщиком Ну и дело Да Спокойно, приятель Не суетись-то Музыка Музыка Да-да, поздравляй. В чем дело, Эмир? Нам не удалось остаться наедине. И что в этом такого? Сегодня день моего рождения. Здесь не только ты, но и все мои друзья. Ты танцуешь со всеми, кроме меня. Да, Рук, наверное, обиделся. Главное, чтобы не обиделся я. Да ты пьян, кажется. Отпусти меня. Ты не представляешь, какие важные дела я отменил, чтобы прийти сюда. Эмир, отпусти сейчас же. Ты что, не понимаешь, насколько дорога? Эмир, я сказала, отпусти меня. Да что ты делаешь? Все хорошо, Нихан? Проваливай. Ты с ума сошел? Эмир, ты ведешь себя неподобающе. Исчезни. Что? Уходи отсюда. Что тебе надо, а? Чего ты добиваешься? Говори же! Не позорилась бы ты. Ты жуткий эгоист и грубиян. Ты просто ненормальный, нахал. Я твой ненормальный. Что за бред ты несешь? Я на яхту подышать. Что происходит? Мы просто флиртуем. Нихан? Скажи спасибо, что я не дала тебе там пощечину. Оставь меня. Я просто ревную. А не надо, Эмир, не надо. Что за глупость такая? Ты не только опозорил меня, ты испортил весь праздник, понимаешь? Зря я сочла тебя нормальным парнем. Лучше б я тебя не приглашала. Нихана. Оставь меня в покое. Прости меня. Перестань. Оставь меня в покое. Уходи. Псих ненормальный. Придурок. Какое убогое место. И это день моего рождения. Взял и все испортил. Псих. Псих. КОНЕЦ Ты в порядке? Я так испугалась. Я ударилась головой, а нога запуталась. С днем рождения. Сегодня и правда день моего рождения. Я знаю. С днем рождения, Нихан. Ты тот парень? Значит, ты знаешь, как меня зовут. Допустим, ты просто проходил мимо и увидел меня. Вечеринка неподалеку, и ты мог услышать мое имя, когда ко мне обращались друзья. Нужно лед приложить к синяку. Тебе уже легче? Ах, хорошо бы не подхватить пневмонию. Предположим, что ты и есть тот самый парень из автобуса, которого я нарисовала. Может, у Левента есть запасная одежда? Надо поискать. Откуда ты знаешь, как зовут капитана? Кто ты такой? Откуда вдруг взялся на мою голову? Я Кемаль. Я тот парень с твоего рисунка. Я серьезно. Кто ты? Я... Знаешь, ты сейчас взволнована. Я, видно, напугал тебя, да? Ты упала в воду, я, конечно, бросился за тобой. Если хочешь, отдыхай в одиночестве. Я ухожу. Эээ... Постой. Ладно. Сегодня ты меня спас, и я тебе очень благодарна. Но ты тоже пойми меня. Спустя месяц я вдруг встречаю человека с того портрета, когда упала в воду и стала тонуть. А потом оказывается, что он откуда-то знает детали моей личной жизни. Не удивительно, что я испугалась? Да нет, ты все правильно сказала. Я видел тебя, проходя мимо. У тебя была вечеринка по случаю дня рождения. Там было написано твое имя. К тому же я знаю имена всех местных капитанов. У тебя тоже есть яхта? Нет, яхты нет. Я присматриваю за чужими яхтами. Шлифую обшивку, крашу, полирую. Это не основная работа. Я иногда прихожу помочь. Но ты же недаром все это делаешь, верно? Да, верно. А тебя нисколько не удивило, что я тебя нарисовала, что написала именно твой портрет. Нет. А тебе как будто все равно, да? Нет, конечно. Тебя что же, каждый день кто-то рисует? Значит, ты решил напустить туман? Хорошо, но сразу скажу, что эта игра мне может скоро надоесть. Нихан? Быстро, быстро, поднимайся наверх. Заводи мотор, живо-живо, давай. Заводи. В чем дело? Иди, иди. Ты уверена? Уверена, уверена, быстрей. Отвяжи канаты. Нихан? Нихан? Нихан, все в порядке? Да, все замечательно. С днем рождения меня! Я люблю тебя! Куда ты собралась? Кто там с тобой? По-моему, она в хорошем настроении. Наверное, она с дорогом. Я думала, он ушел. Значит, он с ней. Я пока не готова им все рассказать. Интересная ты девушка. Странная. Мама считает меня странной. Пришвартуйся, где удобно, капитан. Попробую раскрыть все твои тайны. А почему именно шахты? Есть же масса интересных профессий. Скажи правду, твоих баллов хватило только на эту специальность. Кемаль, тебе же не обязательно заниматься горным делом, да? Я спущусь в сердце шахты, изменю условия работы, чтобы уменьшить число аварий. Моя шахта будет образцовой и безопасной. Так ты идеалист? И это прекрасно. Иначе зачем нужен диплом? Ты прав. Не обращай внимания. Я говорю и не думаю. Постоянно. Лейла говорит, что только смелый человек говорит, не думая. Что ж, это послужит мне хорошим уроком, не так ли? Да, наверное. Лейла, это твоя девушка? Нет, что ты. Лейла просто моя подруга. Она удивительная женщина. Очень умная. Интеллигентная. Она намного старше, но выглядит моложе. Она, как говорят, человек без возраста. Всегда молодая. Мне повезло, что мы с ней познакомились. Серьезно? Сегодня я избежала гибели. Узнала о шахтах, а еще меня поставили на место. Я будто заново начала жить благодаря тебе. Кто знает, может и нам с тобой повезло встретиться. Что скажешь? Нам не пора возвращаться. Уже поздно, все, наверное, волнуются. Хорошо. Пойдем, я тебе помогу. Что с тобой? Я тебя обманула. Ведь ты же не можешь быть постоянно моим супергероем, верно? Ну, пошли. Дорог! Что вам нужно? Как на яхте прокатился? Следующий раз убьем. Все в порядке, Нихан Ханым? Просто отлично. С днем рождения меня. Спасибо. С днем рождения, Нихан. Машина уже ждет вас. Спокойной ночи, всего доброго. Я чуть с ума не сошел, парень. Ты знал, что он очень богатый, да? Левент работает на них. Рассказывай, как вы снова встретились? Сегодня ни о чем, меня не спрашивай. Ну ладно, ладно. В день твоего рождения родился и я. Мама еще их мне прямо под нос поставила. Чудовище. В том, что случилось с Дорогом, Эмир совсем не виноват. К нему пристали какие-то пьяницы. Дорог, слушай, Эмир ни при чем. Не стоит лишний раз подначивать Нихан. Учти, Эмир способен насолить тебя по-крупному. Не советую с ним враждовать. Дорог и сам был сильно пьян. Ничего не соображал. Может, он сам к ним приставал. Кто знает. Верно? Эмир немного импульсивен, но он... Немного? Он безумно влюблен в тебя. И теряет голову. Да. Азан, прошу тебя, замолчи. Эмир грубый, наглый, сумасшедший тип. Он невоспитанный. Ладно, успокойся, хватит кричать. Азан, я не могу успокоиться. Ты, видимо, не понимаешь, что Эмир ловко пользуется положением своего отца. Он ведет себя так, будто он наш хозяин. Меня просто бесит подобная наглость. Все, не горячись, хватит. У меня голова раскалывается. Что? Азан, тебе нехорошо? Ты принял лекарство? Принял, принял. Это на меня реакция. Ты мне их принесла? Себе. Эти цветы специально вырастили для первого утра твоего Нового Года жизни, дорогая. Еще раз с днем рождения, красавица Эмир. О, мой Аллах. Этот тип когда-нибудь меня доконает. Как изящно. Мама, ты не унесешь эти цветы подальше? Прошу. Или меня стошнит на них. Я серьезно. Ладно. В день твоего рождения родился и я. Твои цветы, это и мои цветы. Послушай, не обижай Эмира. Цени подобное внимание. Не разбрасывай. Что-то с тобой не так. Ты чем-то расстроен, да? Нет, наоборот, мама. Все отлично. Это все из-за девушки? Да нет. Ну же, Кемаль, у тебя секреты от мамы. Что ты? Будет что рассказать, расскажу. Правда? Только прошу тебя, будь осторожен, сынок. Нам не нужна лишняя головная боль. Мама, прошу, к чему так нервничать? Зачем делать из мухи слона? Я ухожу. Что-нибудь нужно? Подожди, Хюсейн. Задержись на минуту. Хюсейн, у Кемаля что-то случилось. Послушай-ка, заплатишь аренду на два дня позже, а деньги отдашь Кемалю. Понял? Думаю, проблема в этом. Он что-то сказал? Нет, он ничего не говорил, но это так. Я чувствую. Аренду нужно платить вовремя, верно, мама? Если дорогому Кемалю нужны деньги, я дам. Тише. Так сколько тебе денег дать? У меня все в порядке. Тарык! Ну, здравствуй. Добрый день. Рад тебя видеть. Мама передала цветы. Она долго рассказывала, как их сажать. Ты чем-то расстроен? Проверю, что с работой. Может быть, пришел ответ. Потом у меня кое-какие дела. Но только ты ничего не трогай. Я приду и сам все посажу. Ладно? А вот и нет. Ну-ка, присядь. Подойди сюда. Рассказывай, что с тобой? Со мной ничего. Мне нужно найти работу. Мне кажется, что я обуза для своей семьи. Мне так стыдно, когда речь заходит о деньгах. Нет, нет, нет. Тут дело в другом. Ага. Ты стала провидицей? Клянусь Аллахом. Мама повторяла то же самое. Что с тобой? Что с тобой? Что с тобой? Как ты? Но это правда. А-а-а. Ты виделся с той девушкой. О-о-о. И в этот раз вы поговорили. Ха-ха-ха. Я спас ей жизнь. Что? Как я хочу услышать прекрасную историю любви. Ну, давай. Рассказывай. У тебя что же, нет телефона? А если я окажусь в беде, как мне позвать? Спаси меня, Кемаль. И тут мы причалили к берегу. Нет, молчи. Капитан Левент и Салих уже стояли на берегу и поджидали нас. Нет, нет, не отвечай. А когда мы прощались, она начертила мне на ладони знак бесконечности. У-у-у! Ха-ха-ха. Извини. Алло. Кемаль. Это она. Да, привет. Привет. Тебе удобно говорить? Ты не спал? Я не помешала? Нет, я не спал. Я собирался на занятия. Помнишь, я рассказывал тебе о своей подруге? Да, Лейли. Да, они. Я сейчас у нее. Тогда я лучше не буду тебя отвлекать. Ну что ты, ты меня вовсе не отвлекаешь. Ладно, я просто так позвонила. Хотела проверить, правильно ли я записала номер. Да, правильно. Правильно. Отлично, ладно. Телефоны супергероев не стоит занимать слишком долго. Скажи ей, пусть приезжает. Нихан. Слушаю. Я хотел сказать... Скажи, если ты ничем не занята, приезжай. Если не занята, приезжай к нам, то есть к Лейли. И я свободна. Ну, то есть срочных дел у меня нет. А где твоя Лейла живет? Я тебя заберу, заеду за тобой. Она согласилась. Представляешь? Она приедет. Нет, нет, у меня своя машина есть. Ты скажи, куда мне подъехать, и я подъеду. Давай тогда сделаем так. Ты подъезжай на набережную, а я тебе там встречу. Хорошо, я буду максимум через час, ладно? Подойдет? Даже быстрее, я думаю. Где-то минут через двадцать. Хорошо, ладно. Тогда до встречи. Увидимся. Едет она, едет, Лейла. Что? Нихан. Тебе уже лучше? Я в порядке. Мне нужно отлучиться. Вечером увидимся. Миха. Эмир, прошу, хватит уже извиняться. Просто не делай того, из-за чего потом приходится раскаиваться, ладно? Я просто хотел тебе кое-что отдать. Я спешу. Вечером в Лондоне будет особый концерт. Спасибо. Это действительно очень щедрый жест, но прости, у меня планы. Пригласи кого-нибудь другого. Все организовано по высшему разряду. Мы полетим на частном самолете. Я не сомневаюсь, у тебя все по высшему разряду. Но свой подарок я уже получила вчера, Эмир. Возьми с собой Азана. Наконец-то. Добро пожаловать. Здравствуйте. Кемаль так много о вас рассказывал, что я решила проверить, действительно ли вы существуете, или это выдумка. Лейла, Нихан. Мне очень приятно. Мне тоже. Так хотелось вас увидеть. Прошу, проходите сюда. Пойдем. Так вот, Кемаль подошел ко мне в День Матери. Он сел и так изорно стал смотреть на меня. Твоя мама тогда носила Зейнеп? Точно. Ей вдруг захотелось слив, а он хотел подарить ей что-нибудь на праздник мамы. Таким образом, Кемаль стал моим самым первым другом в этом квартале. Очень мило. Да уж. Помню, он собрал у дороги огромный букет белых ромашек, протянул мне вот с таким видом. Поздравив меня таким образом с Днем Матери. И вот с тех пор, как Кемаль оказался у меня дома, моя дверь открыта для всех. Благодаря ему меня тут приняли. Нет, это твоя заслуга. Нихан. У меня ощущение, что я тебя откуда-то знаю. Как твоя фамилия, детка? Сизин. Нихан Сизин. Я рада, что смогла познакомиться с кем-то из твоих друзей, помимо Салиха. Я тоже счастлива познакомиться с вами. Хотя точнее было бы сказать, с таким особенным человеком, как вы, Лейла. После разговора по телефону я рассказал, как мы познакомились. По чистой случайности? Да не бывает в жизни случайностей. На все всегда своя причина. Я рано утром испекла пирог. Получился очень вкусным. Я сейчас принесу. Замечательно. Все, как я и рассказывал. Невероятно. Она словно из книг. Или из полотен. Может, и тебе попозирует. Мне бы очень этого хотелось. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Неужели это ты? Добавил субтитры сделал DimaTorzok. 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok.